Сегодня у нас в гостях Ирина Криулина, педагог-хореограф. И мы на выставке «Профессии «Путь в будущее» интересуемся Ириной, как же изменится профессия педагога-хореографа в ближайшие лет сто? Я думаю, что в ближайшее время уже будет больше объединений между разными танцевальными стилями, и через сто лет они будут лучше контактировать друг с другом. В то же время будет появляться очень много разных других направлений, но мы будем как-то соединяться все вместе и будем дружить. Также я думаю, что само движение будет переходить в более анатомично удобные формы, соответственно будет снижаться уровень травматизма, и все движения станут более логичными и понятными для человеческого тела. Сейчас вопрос травматизма достаточно острый, поскольку все стараются сделать больше, ярче и лучше, но негативные последствия имеют место быть. Поэтому я думаю, что тот путь, который сейчас идет через осознанность, через понимание движения, через понимание природы движения, он будет развиваться еще больше, и мы сможем достигать тех же результатов, тех же больших высоких достижений, но с меньшим количеством травм и более комфортно для нашего собственного тела. Будет ли у хореографа, возможно, в труппе часть не людей, а роботов? Да, возможно. Да, вообще я думаю, что современные технологии очень глубоко войдут в хореографическое искусство. Уже сейчас используется много световых технологий, много звуковых эффектов, поэтому я думаю, что в дальнейшем нас ждет очень много интересных вещей, возможно, именно с помощью хореографии и современных технологий человек таки научится летать, и мы действительно увидим что-то необычайно новое и узнаем о каких-то невозможных сейчас, невозможных вещах, которые мы потом сможем сделать. В обычной жизни летовому человеку нужно ли танцевать, как часто, и к чему это может привести? Танцевать нужно всегда, везде, всюду и всем, потому что именно танец дает нам раскрепощение, положительные эмоции, даже если у вас есть какие-то переживания, проблемы, стрессы, вы всегда можете дать выход своим эмоциям через танец, через движение. Танец — это не только физическая сторона, это очень глубокая психологическая работа, поэтому танцевать всем и много. Спасибо!